Всем привет, ребята, вы на канале Джили Джили и с вами Юля. Ну что ж, я вижу, как вам нравится видео о моем телефоне, что у меня есть в нем, также игры-приложения, поэтому сегодня я составила подборку игр и приложений для карантина, чтобы не заскучать, какие-то новые игры. Я думаю, что вам понравится, поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайся на канал, ну и давайте начинать. Начну я, пожалуй, с приложения, которое называется NotNot. Это приложение сконцентрировано на внимании, то есть это концентрация внимания, ваше, так сказать, все внимание переключается на эту игру, потому что там есть такие слова, например, налево, направо, и нужно выбрать правильное решение за малое количество времени, то есть вам нужно выбрать либо налево, либо направо, или же, например, есть там отрицательное, то есть не направо, не налево, чтобы вас всячески обмануть, но вы этому не поддавались и все-таки прошли уровень. Поэтому очень интересная игра, особенно на карантине, когда ты не хочешь ничем заниматься, кроме телефона, ну или все-таки уроки, и чтобы как-то отвлечь свое внимание, я думаю, что это отличный повод скачать эту игру. Игра называется Brain Test, то есть тест головного мозга, если дословно переводить, потому что это тоже не просто игра, а она направлена на развитие, так сказать, потому что все-таки, чтобы ваш мозг не заскучал на карантине, я советую скачать эту игру, она очень интересная, познавательная, и задания там не очень-то и сложные, советую вам скачать это приложение, потому что реально оно классное, ну и как видите, прикольное задание, которое может выполнить каждый, но главное додуматься. Дальше название приложения уже говорит само за себя, название «Что поделать», потому что там каждый день выставляют где-то три задания, которые ты можешь сделать, и, конечно же, сейчас там более такие задания, которые, например, взять листовки у промоутера, или же там сходить что-то на улицу сделать, мы такое выполнить, конечно же, не можем, но думаю, что даже после карантина, например, летом, это очень классное приложение, потому что каждый день ты заходишь, и тебе по три задания дают. Особенно летом, например, многие задаются вопросом «Что же поделать?», то это приложение для вас, скачайте, чтобы не потерять его к лету, Дальше такое приложение для минималистов, называется Ничего, оно реально такое черное, как вы можете заметить, то есть оформление у него прям в минималистическом стиле, и также там тоже очень интересное задание на логику, не совсем сложное, но можно тоже запутаться, и мне очень нравится этот стиль, белое на черном, это очень классно смотрится и прям минималистически. Дальше игра называется Спендер, тут маленький такой паучок, он бегает и нужно успеть несколько заданий выполнить, пока он не добежит до низа на своей паутинке, то есть тоже задание на логику, задание на мышление и вот на все такие части головного мозга, чтобы тоже не запускать свой мозг в период карантина, когда ты не ходишь в школу, а только делаешь уроки дома, и думаю, что это полезно, такие приложения скачивать, вместо просто скучных игр, которые наоборот хуже делают, нежели лучше. Так что это тоже классное приложение, милый паучок, и поэтому выполнять задание и не дать паучку спуститься вниз. Далее такое расслабляющее приложение, потому что у него спокойная и нежная музыка, можно под нее релаксировать, и также само приложение немного обещающее, то есть не нужно делать каких-то там огромных шагов или каких-то раздумий, или что-то там строить, просто спокойно расставляешь в порядке цветовой гаммы, то есть какая вот идет линия, такой же кубик ставишь на эту линию, и чтобы все вместе было, как у перфекциониста, все по полочкам. И музыка сопровождается такая мягкая, спокойная, тихая, поэтому кто хочет наоборот там порелаксировать, кто хочет незамысловатое какое-то приложение, чтобы просто отдохнуть от учебы, от уроков, от вот этих, которые задают очень много на карантине, то советую вам скачать это приложение, точно пригодится, поможет спокойствию наладить и также вообще наладить свой ритм спокойствия и релаксации. Дальше приложение называется Smarter, тут тоже приложение направленное на логику, направленное на какие-то там способности, но все-таки я думаю, что такие приложения, много их не бывает, потому что в каждом приложении разные задания, тем более, как видите, тут огромный спектр задач, заданий, которые можно выполнять и математика, и память, и логика, и мышление, и световая гамма, то есть очень много всего интересного, и поэтому я тоже вам советую его скачать, так как оно классное. Она называется BlendEat3D, в этой игре можно работать барменом, то есть создавать какие-то коктейли, думаю, тоже прикольная игра, ничего необычного в ней нет, но все-таки можно поэкспериментировать, посылать какие-то коктейли, также там штучки всякие к ним поделать, добавки, ну думаю, прикольно, называется Dot2Dot, это игра, как раньше у нас были какие-то рассказки такие, что можно соединять по номерам, и у вас получается картинка. Очень прикольно, только теперь это в телефоне, можно соединять очень много разных картинок, и у вас получаются красивые рисунки, поэтому мне очень нравится эта игра, то есть соединять получается по номеркам, от одного до бесконечности, сколько там всего номеров, и у вас получится в конце красивый рисунок, мне нравится, поэтому я вам тоже ее советую. Следующая игра называется Make It Perfect, игра для тех, кто страдает перфекционизмом, кто перфекционист, поэтому там все нужно делать по полочкам, четко, ясно, то есть все для тех, кто перфекционист, короче, для вас просто рай, так что обязательно скачьте эту игру и все ставьте на свои места, все по полочкам, чтобы все было ровно. Это тоже легкая игра, называется Picker 3D, тут игра просто с шариками, и когда вы подходите к финишу, у вас должно быть точно такое же количество шариков, которое написано на самом финише. Если так, то вы проходите на следующий уровень, если нет, то собирайте еще раз. То есть нужно не растерять шарики, а собрать как можно больше. Это называется раскраски по номерам, но главный минус, что нужно обязательно соединение к интернету, то есть без интернета в нее играть никак. Но зато у нее очень много различных раскрасок, то есть которые можно раскрашивать прям в этой игре, и очень удобный интерфейс. Как видите, я за пару минут раскрасила целую картину, потому что очень удобно, что все цифры подчеркиваются, также написано, заполнил ты цифры или нет, поэтому игра очень мне нравится, всем советую и буду продолжать дальше раскрашивать очень много картинок, чтобы потом у меня получилось галерея, так сказать. Так что вот такие вот у меня игры были, я надеюсь, что вам они понравились. Обязательно поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал. Ну а с вами была ваша Юля, всем желаю счастья и добра, до новых встреч и всем пока-пока.